Привет, привет. Я так рада, я так рада. О, ну с приездом, ну как ты ехала, ты рассказывай. Тяжко, тяжко. Сюда ехала прям тяжело. Мы встали, я не могу понять. Мы сначала ехали вверх по серпантину, потом вниз по серпантину, потом снова вверх, потом снова вниз. Я не могу понять, что он делает. Он просто по кругу нарезает круги. Ну не там, как там по кругу, там просто джунгли такие. Нет, он уехал сначала вверх, постоял такой, назад вернулся в эту же точку. А, может он сбился, наверное, потому что там есть к храму это Нилканто. Вообще откуда он взял тогда такого этого странного? Я вообще ничего не поняла. Потому что заказывали с турагентства, которые нам присылали таксиста. Так он потом к нему выходит какой-то там еще таксист, вот возле этого геста какого-то. И он такой говорит, ну давайте тогда это самое, два варианта. Либо, говорит, мы сейчас берите, ну типа как бы идите пешком, тут недалеко. Я говорю, вы посмотрите на мой рюкзак, он с меня размером. Он такой, ну тогда другой вариант. Вы идете пешком, а я вам типа попозже привезу. Да сейчас, конечно, да. Препрасная мысль. Так, ну как, хочешь тут отдохнуть или вообще тебе надо же... Вы уже как с квартирой-то уже выбрали? Ну что-то Саша мне там показал. Сейчас тогда я тоже сейчас с вами иду. Я ему просто кричу, так говорю, дай качу Ирину видеть. Он такой, вот сюда, вот сюда. А мы шли вообще как бы к квартире. Тебе показать, ага. Да, я говорю, я сначала к Ирине. А я ему уже звоню, говорю, это, где, где она, он говорит. Это, кстати, битылочка Саши. А? Саши. Ага, хорошо, а вон тоже там вода из нашего. Фильтр, бери любую. Можно я воду дарить? Да, бери, бери, ага, конечно. В общем, у меня оказывается вещей-то, я оказывается та еще шмодышница. Ну так, ну, сколько ты тут месяцев-то провела? Полгода? Пять. Ага, сейчас я дверь закрою и пойдем. Да? Да. Не знаю, может кофта такая? Нет. Хотя с другой стороны тапки стали с меня падать, что-то я не знаю. Это, наверное, вы тут ходите пешком. Ходим много пешком, да. Пошли. Дели, конечно, шумно. Мама. Ай, что не было, что ли? Драйвер сказал, я на мунте, я сказал, что эта мунта, топа-пан-пан-пан. Потом люди говорят, что топа-пан-пан, это значит, что это от других бриц. Я ждала 30 минут, я вернусь сюда, и он сказал, что я встал к моему агенту. Он сказал, что он там, в транспорт. И тогда полиция не позволяет. Один раз они нам сказали, что это произошло. Один раз я подчеркнулся, я говорю, что это полиция. Это мой парень, моя дочь. И тогда они позволяют. Драйвер ступит, иногда он идет. И сначала вверх, внизу. Видите, Саши, вы тоже же звоните сначала в джунглях, потом внизу, потом в джунглях, потом внизу, и непонятно где. За Моли он вообще поедет, за своей прекрасной благородной Моли, поедет в Дели, ты понимаешь? Да, это любовь. Это любовь, да. Я уже нервничаю. Во-первых, он ревновал меня к Чику, понимаешь? Чику-то беспородный, да? А сам влюбился в Моли. А вот там вот на шаг, ну, можешь туда, если что, царапаться. Я буду вам заглядывать. Ку-ку. Кричать, ку-ку. Буду стучать и говорить, пойдемте пить кофе. Я приняла с собой кофе и турку. Турку? Да. А на чем ты будешь делать-то? Не знаю, у меня есть еще с собой на всякий случай. Это не электротурка? Нет, у меня есть еще с собой, как он называется, кипятильник. А, ну, кипятильник, тогда нужна чашечка, да и все. Ну, вот номера здесь. Купец. Что такое? О, какой вид! Ки из Херы. Ключи должны быть здесь. Эй, мама. Посмотрите. На игру. А из нашего акадаганга видна и живо. Моя бабушка не прыгает от сюда. Окей. Найс, блютипл вью. Ирина. Намасте. Намасте. Какое прекрасное место. Да. Вид, конечно, просто бомбический. Но в днём, иногда манки... А, да, ты не оставляй все время открытый, потому что вот по вашим балконам скачут манки. Буду кормить бананами. Да, да. Ну, они сами разберутся, что они будут есть. Если дверь открытая, то сами решат. Да. Ну, вот номера с балконами, они все типичные. Они вот такие маленькие. Наша без балкона, типа как бы конура, но зато... Зато большая. Зато большая вот попалась. Ну, одну это мне как бы... Да, в принципе, одну у тебя не так... Ну, слушай, как в Орле и Решке, хотя, конечно, жёсткая постель. Надо вот так подпрыгнуть и спиной так... Хоба! Ну, так не получится, она прям твёрдая. Это хорошо. Мне нравится, когда она твёрдая. Хорошо. Так, ну сколько ты провела в Дели, да, рассказывай. Как вообще все свои... Ой, какая ты загорелая, у тебя ноги как твинпикс. Как палочки твинс, вернее. Вот, это я в последние дни была. Вот опять моя белая сторона. Полоса в жизни. Такая-такая ты в девках была. Да, такая, да. Сейчас вот так. О, у некоторых зеркало есть, даже два у некоторых есть. А мы с трудом добывали себе зеркало. Слушай, хорошо, не очень высоко. Ой, ну прекрасно, прекрасно. Вечером здесь прокладывается, да? Ну, как бы не вечером, а ночью и утром. Вот подходит. Да. Потому что была уже как бы вечерами, но воздуха нет. Я ходила на день рождения, и вот мы сидим, мы вообще не двигаемся. Мы тихонько пьём холодную воду, вот прям вот так вот. Мы тут стоять лодки, какая-то еда, и мы вот как-то так вот, ну, дайте просто ванной. И в итоге все вспотели, а время было 6-11 вечера. В общем, сейчас уже не сезон в Гуа закончился, так, сезон, да, для... Жарко. А то, что жарко, тут воздуха нет от слова совсем. У меня в комнате вот этот вот кафе просто набивается сзади так, что его даже водой поливаешь, и всё равно горячее. Ты 31-го выехала, да, из Гуа? Первого. Первого. Первого выехала. И приехала вчера в Дели, да? После вчера. Сегодня 3-я. 3-я, да. Да. Сегодня с ним начинается, я там смотрела, как-то планету перестраивать, и мы сегодня один. То есть новая жизнь начинается 3-го апреля. Поэтому я вот так вот это была. Ага, отлично. Так, что ещё у меня в вопросах-то были? В Дели я приехала вечером, часов 9, наверное, я приехала. Еле-еле мы нашли, ну, там же как бы очень много, они маленькие все. Нашли мы гест Харикришна. Вот. Проявили, ну, у меня единственное, как бы, с кухой, только одна свобода, меня в ней заселили, она была... Наверху, да? Да. И она была не очень чистая. Я бы думала, в уступе, две ночи, вообще ничего страшного. У меня была бы постельное бельё, я бы всё постелила, и вообще, как бы, никакой разницы. То есть, ходила по Мэйн-базару, походила, как называется этот богатый район? Центральный парк, там, где вот эти дорогие магазины, всё в белом раунном. Канод Плейс? Канод Плейс. Наверное. Ну, вот где бы это всё самое... Да-да-да. Ходила там, погуляла, хотелось ездить. Как называется это самый большой демплей? Акшардан? Чё, не поехала, что ли? Я не поехала, потому что, когда его... Ну, вот мы с вами поговорили, было время, там, часов 11 уже. А вечером нужно было собираться, я только приехала, как-то, у меня такое состояние, подумала, что я туда приеду, ну, три часа, вот такая, всё размотанная, и зачем это... Да там только ради лазерного шоу могла бы всего лишь на час. Вы мне сказали, что вы закругляли этим свой... Ну, туры мы заканчивали, старались заканчивать вот этим как раз, потому что это вишенка на тортике. Ведь я тоже же поеду через Дейли домой, и поэтому я как бы, ну, в любом случае, что в зафаре... Ну, на всякий случай, ты учти, там, кажется, в понедельник выходной, проверяй. Я под это подготовлю. Вот, я поехала, знаете, куда? Я поехала, я вообще не люблю зоопарки, но я потерялась, потому что там, вот, опять тоже вот, с рикшем был один куда-то, куда-то довозят, потому что я дальше не знаю, ну, вот это всё. И в итоге оказалось, что я рядом зоопарком. Я такая, думаю, я пойду тогда в зоопарке, смотрю, там кто есть. В итоге захожу, они говорят, только онлайн-билеты, билеты купить нельзя, обычно. Я такая, думаю, блин, и напротив там стоял, ну, вижу, что какие-то развалины, и, в общем, это место, где по преданию, как раз-таки, находилась Индропрастха. Вот там, где Махахара, те, которые пандалы создали, оказывается, по факту, Индопрастха, это музей, представляете? Вот я там походила, там по музеям, вот, так что хорошо. А сюда ехало очень легко, мы выехали в осень, сюда мы приехали, наверное, в час. И вот примерно часа полтора, вот это вот туда-сюда, туда-сюда. Ну, он сказал, короче говоря, что к тому мосту подъехали, вы там, к какому-то там платному, так я поняла. Он говорит, я кого-то там голоснул, подъехал, там, чтобы полиция пропускала, что так, я не поняла, что он... Он, я вообще не понимала логику его. То есть мы, вот, мы проехали вот этот вот, ну, вот этот полицейский участок, я не знаю, как, эту точку, полиспоинт, и в итоге она вот так вот разбивается. Одна на серпантин наверх, а здесь, где вот полиция, он почему-то его не пропустил, и он почему-то не захотел туда вниз ехать. И поехал вверх. Мы проехали, может быть, минут 10 по серпантину, очень медленно. Потом он развернулся, и он серьезно говорил с кем-то по телефону. Он развернулся, поехал обратно, чуть-чуть не доезжая до вот этого полиспоинта. Постояли там. Он развернулся, поехал снова на то же самое место. Там с кем-то созвонился, снова поехал вниз. И так три раза. И потом уже я начала говорить, что... А про какие деньги Саши говорил? Ты ему какие-то деньги дала, он сказал, забери. Да, вот этот водитель, с которым мы приехали из Дэля, мы с ним остановились, и подходит какой-то мужик. Он говорит, это моя машина, я здесь хозяин, ну, как бы, это мой водитель. Водитель такой, да, это мой воз, как бы, я, ну, как бы, через него работаю. Поэтому раз я, говорит, здесь, давайте рассчитываться здесь. И водитель такой, ну, как бы, зачем вам куда-то, куда-сюда, и все. И я начала подозревать, что это не то. Я позвонила Саши. Саши мне сказал, мне не надо, а этот мне уже деньги вот так вот вырывает. Пояже хозяин. Саши потом говорит, нет, как бы, забери назад. Я водителю говорю, давайте все назад. У меня, говорю, папа, злится, говорю, и как бы лучше вам сейчас отдать. В итоге я буквально у него вот так вот их забрала, а он мне, получается, дал натошу меньше. А ты дала папе телефон, чтобы он там поорал на них? Да, папа потом наорал на них. Ага, правильно. Вот, да. Это потом такой водитель такой, что-то он какой-то очень злой. Я говорю, конечно. Я говорю, ну, делать не так, как он хочет, конечно. Не, ну, интересно. Завезли... Черт знает, да? ...иностранку, туристку молодую, черт знает куда, давай деньги. Кто, что, когда давай, почему давай. Когда папа скажет, тогда и давай. Вот, я в итоге просто буквально вот так вот выхватила, сказала, как бы никаких тут гвоздей, типа, как бы, вот папе отдадим, и потом папа заказывал, да. Я говорю, папа заказывал, папа будет разбираться, как бы, а вы там, да. Вот, он такой, что-то там так повздыхал, повздыхал, и я сказала, нет. И все, я забрала деньги, и потом позвонил с ошибок, и говорит, вот, я забрала. Ну, всякие случаи бывают, хотя я сама не сталкивалась, но читала у блогеров, у русских. О, геймани! Нет, 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 нет проблем. О, это не так? Нет? Короче, скажи на камеру теперь, в самолете 15 килограмм разрешается, у тебя было 22? Они даже, да, даже 3 килограмма лишних не разрешают. А у меня, да, у меня 15 килограмм. А, но в хэнке у них нет так много, это так. Нет, ну, большая сумка, и хэнк большая. Здесь, может быть, 10 килограмм. Да? Да, потому что все мои лэптопы, мои... Да, да, я ставлю его, смотри, думаю, 22, куда вообще 6. Ну все, да, тысячи три, наверное, снимут. А она даже вообще такая не обратила внимания, такая, все, да, мне такая... Свезло, да, свезло. Окей. Не, ну ты посмотри, тут у нее раковина-то такая в виде ракушки. И зеркало есть, красота неземная. Куда вот он уплывает? Нельзя плавать туда. Я тут буду сейчас... Тут же утонули на днях пару человек. Постоянно кто-то тонет, потому что неожиданно там течение. Так нельзя. Вытащишь сюда вечером креслице. А у тебя одно кресло? Два кресла, да? Вот, вы будете приходить. Я к тебе буду приходить, будем пить чай с можжевелыми веточками, а утром кофе, как ежик с кем там? С медвежонком. Ну, понятно, кто будет медвежонком. В нашей паре. Ну вы теперь не такой медвежонок. А ты будешь ежиком в тумане. Лошадка, лошадка. Классно. Ну здесь хорошо, можно все равно выйти, как бы освежить себя. Да. А у меня, кстати, мука есть полкило. Мы с тобой накатаем шариков и пойдем кормить рыбу. Прикольно. Прикольно. Хочу. Можно, конечно, купить за 10 рублей тарелочку, но легче же самим накатать. Мы сейчас все в режиме экономии. Ну, типа того. Смотрите, загадает. У меня с Сашей не очень получается режим экономии. Смотри, он месяц сам, ребенок месяц и продает. Вот месяц. Дети, вот месяц теста. Делают шарики, продают. Вот с молодого, с такого возраста зарабатывают денежки, как могут. Конечно, они будут понимать, наверное, цену этим денежкам. Не мама же дала. Сами трудились, продавали, покупатели искали. Сами трудились, продают. Сами трудились, продают. вы собрались на рафтинг саша еще сказал приедет благородная моли короче мы с благородной моли будем с балкона вас снимать а вы езжайте все кто хочет я в том еще хочу прыгнуть на эти знаете джампинг это когда вы тебя привязывают и ты какой-то высоты сигаешь снизу можно свидетелем рассмотрение что я буду громко включать хорошо ладно я раньше прыгала мне очень нравилось кошмар кошмар адреналин прям зашкаливает вы тут уже сколько отдыхаете 19 приехали недели две сколько сейчас там какое сегодня число сегодня 3 2 недели ровно получается я думала что месяц даже больше у меня как-то здесь время прошло быстро пошли я тебе только покажу где фильтрованная вода возьми пустую бутылку давай давай мартышки были умные унесли бы деньги и телефон перепустые бутылки логи это саши сказал он тебе купил вот этим да не пользуйся к пользуюсь этим потому что у них наверняка на их замок есть второй ключ на всякий случай да вот смотри вот я сюда иногда хожу утром снимать здесь тоже великолепный вид твои соседи рядом храм ну вот у этих соседей видишь как бы балкон на который могут прийти всякие разные бездомные блогеры мне говорили что вчера был новый год по-индийски ну да угаде кажется он да называется и открыли еще ашрам вчера да и столовые все в путапарте и началась на вораторе весенняя на вораторе 9 ночей богини саши поститься ну в том смысле что мы яйца же ели на завтрак теперь у них не есть да ну хорошо что предупредила то ведь буду в другую ломиться нашли хорошенькая хорошенький ашрам хорошенький отель на крышу я вот лазила смотрела по всем этажам прошлась здесь вот есть йога центр это вот наша комната давно по полотенцем увидишь по тапочкам а авил бринкер ту фильтр water ай шоу хер там вот какой-то класс по моему поют они или чего а здесь вот йога холл а здесь тоже поют там вот веревочки можно вешать кстати у нас там стирка надо будет забрать мое красненькое платьюшка выстирала сегодня здесь выход лондри есть добрый день вот здесь и фильтр water пошли покажу лондри пока что я не знаю за сколько там саша издавал там от вещи если там тяжелые джинсы по-моему 30 просто 20 вот вот сюда вот 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 это лондри написано самое ближайшее это тоже выход к нашему вон мое красное платьюшко шушится смотри как твой розовый байк только не байк тебе подходит да хорошая фильтрованная вода куда сходить что посмотреть да здесь я не знаю мы каждый день куда-то ходим и почти не повторялись каждый день находится куда ходить вручбу кажется большое местечко сто две тысячи населения здесь же два берега еще туда на другую сторону можно понимаешь какое дерево прекрасно это ты опоздала но сейчас похоже раньше было в красных цветах такие как щеточки красота неземная нет что-то другое как бы ну ладно пошли неважно нету на территории нету но выйти тут кругом кафешки вот вот выход вверх это мы есть и там кафешки и сам кафешки ты хочешь сейчас покушать сходить конечно конечно сходи в душ отдохни потом поужинаем вместе да 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 арати тут ну 6 где-то так вот мы выходим хочешь может я тебе чаю сделаю или кофе а пойдемте посмотрим где там кофейня находится кофейня прямо сейчас нужно просто глянуть хотя бы на улицу ну пошли как интересно а как ты приехала до сюда такси тебя довезло я вообще не запуталась как нас везли где нас вот так пружины пошли я тебе чуть-чуть покажу вот более-менее такой цивильный цивильный магазинчик ты уже на шопинг не душа ничего у тебя 23 килограмма багаж ну и что ну и что скажи а я вышла посылкой да я уже отправила посылка 9 килограмм ага вот это тоже красивое ну я думаю мы должны будем посветить потом отдельно заходить вовнутрь и каждому магазину посвящать потому что я смотрю он прекрасен посмотри какой внутри ой там будет да смотрите да посмотри какая лампочка но они тоже они что-то делают это серебро смартам моему серебро похоже вот у вас столик да да это как тадж махали а там вот это я не пойму что вот на вас ты вот и дуэнк джюлери 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 и золото делают а здесь машинка вот это машина чтобы делать эти нити серебряные какой прекрасный магазин а смотри какая интересная идея для декорации просто лестница вообще то один из моих любимых камней это лабрадорит лабрадор смотри как он сияет сияет и к тому же он защитный а я только и вот такие маленькие аквамарина аквамарина от морганита для горла от горла смотрите шардиса и баба турмалины аметисты цитрин цитрин и блю топаз голубые топазы посмотри какие красивые из голубых топазов ой красота неземная даже бусики такие видите как они это цитрин цитрин ой как красиво смотрится лучшее качество цитрина ты еще до дома не дошла а тяжелый какой прекрасный такой чайный чай типа чайный чайничек из такого серебряного то конечно неприятно это это покрытие я так понимаю серебряное ну шали разные ну это гай три мантра слушай а мне декорации очень понравились как они задекорировали этими канатами и все выдержано в одном стиле дерево и веревки посмотри там вот подсветочка на веревочках деревянные стоечки ой ну а табуреточки нехорошее место смотри смотри какая а а пашмина пашмина ой а приятная да какая приятная у них есть еще лучшее качество пашмины пашмина ручной работы будды вот этот вот ну это тоже для декорации бокалы можно может быть туда камушки положить какие-то очень красиво а у меня почти такое есть мне кстати на день рождения такой дарила как раз арчена соседушка моя тоже красиво шелк он говорит что это шелк очень красиво ну и вот этот цвет тоже красивый да и вот это мне вот такое нравится слонета ну и че ну хорошо что приехала ты ходишь я за тобой тип того ой это мы сейчас с вами будем видеть мне вот такие нравятся вот такие вот увесистые а у вас такой есть по моему ну у меня такой неклис вот на вот это вот трогайте что это ой какая красота пашмина приятная да но я думаю пашмина очень ой вы тоже смотрите руками ну конечно руками так приятно вот эта какая тоже приятная потрогай и расцветка приятно ой а там люди это экспорт да это завезенные а картина то ты обратила внимание какой какой то потрогай здесь это около 1800 1800 1800 1800 а это тоже 1800 но приятная да они так называют это не такое это не такое да ну классненько очень классненько очень срочно нужно что-нибудь покупать ну ты только приехала ты душ прими мне кажется я просто насидела с там 8 часов в машине и там еще есть на втором этаже но мы потом с тобой сходим на второй этаж да 9 разных камней для 9 планет коралл и изумруд жемчуг цитрин рубина сапфир должен быть кошачий глаз белый сапфир синий сапфир и цитрин и вот кристалл и прозрачный и вот они все да вот они все ага да да красивое красивое винтаж индия называется не молодцы мне вообще понравился даже их вот это вся вся декорация это браслеты ну серебро лёша тоже наверное 9 да или 7 7 7 чакр значит ой хочу помнить тебе такую тоненькую штучку я люблю такие маленькие угу а у меня люстра прикольненько хорошая хорошая я тут еще кстати не была да вот там напротив не была ну посмотрите ну что там в нем есть ну это твое твое такое девчачье такое уху осторожно пошли дальше все мне еще хочется купить такую посуду медную потом как-нибудь мне кажется она красивая красивая чашечка такая красивая чаёчек пить и термос 300 вот такая чашечка прекрасно ну кто-то говорит что полезные да у вас по-моему такие есть чайничек можно можно нос промывать такими чайничками нос промывают здорово 200 такой ну или вот такой здесь же кругом йоги йоги и вот они вот носы вот этим промывают пошли я тебе покажу тот магазин хорём уже ааа украшка няшка няшка по рисункам очень похоже на варанаси там тоже много вот шивы вообще это шива клейс получаете нет ну да Ага, осторожно, там такси, тесновато, тесновато тут. Вот здесь, здесь всякие сладости, ну, типа всего, да, вот, рабри, гулабджамун, вот это не помню, как называется, это разгула, ну и всякое вот такое вот. Ну, я помню, это как у вас еще покупал. Можно по чуть-чуть покупать. Вот панир, уже такой вот готовенький. Я вот все как-нибудь хочу купить, вот такой вот стакан и все съесть, 83 он стоит. А из чего он там, что-то? Ну, то, что-то такое сладкое и молочное, и сверху орешки. А вот эта мисечка вам потом останется? А мисечка нам, да. А если да, а если ты в жесткой экономии, то поднимай вот тут крышечку, лезь и тащи мисочки оттуда. Даже так? Так делай? Ну, я могу. Водичку, да, водичку холодную можешь здесь покупать, если тебе надо, в смысле газировка, если ты пьешь. Или здесь, русский привет. Это тоже наш поставщик водички газированной. Едальний там и там всякие. А вот этот магазинчик, он просто такой приятненький, современненький, большой и прохладненький. И смотри, здесь масала-чай. Вот он это. Я видела у вас видео здесь. Видела, да? Ага. Вот такой вот я покупала, Саше. Масала-чай. Ой, тут вот кофе есть. Айскрин и кофе. Давайте попробуем. Теперь смотри, вот здесь сухие духи. Я купила, я купила накчампо и мне очень понравилось. Разные-разные. 130 рупий. Они стоят очень приятные. Это нужно обязательно сходить пошупиться. Конечно. Может, может, позже, но... Но эти тестеры ты можешь вот, ну, и как бы царапнуть и вот намазать себе вот и понюхать. Ну, немножко выдохся. Такая коробочка припаяла? Угу. Вот это будет? Нет, это Blackstar. Нет. Кстати, тоже приятно пахнет. Blackstar очень приятно. Да, непритерно. Я купила накчампо. Угу, больше нету пробничка. Пробничек должен быть. А, может. А вот она. Ну, понюхай. Ну, ты, если что, меня понюхаешь хорошо там. Вкусно? Очень вкусно. Очень неожиданно. И непритерно. Да, абсолютно. Вот у тебя всякие масла. Что тут еще? Так. Я вот такие вот иногда... Нет, не такие. Все, закончились, какие я покупала здесь. За 50 рупий мне очень нравились. А это что такое? Playing Hunt. Не знаю. Вот... Суперфуд пошел. Суперфуд. А вот там, значит... Там всякие вот эти... Быстро кипятком заливаешь. Если тебе там какие-то... Вот масала. Геркулес. Масала. Вот не сладкие, а с масала. Всяческие. Бомж-пакеты. Вот это все. Вот. У них почему-то нет вот такой сладкой-то супчики. Бомж-пакеты. Опять же, вот это все бомж-пакеты. Здесь печеньки. Печеньки. Ой, я люблю баночки. Я зашла... Там по магазинам прошла, я знаю, что у меня мало места. Все надо купить. Майонезики. Майонезики. Тут не поготовили. Не то, верно. А что, салаты-то можно же... Мне вот такой нравится почему-то. А это что? Салой Вера. Обычный кремовлажняющий. Угу. У меня кожа сухая. Ага. Я вот здесь кофе покупаю. Заливаю просто кипятком. Ложечку. И все. А это что, я такой не видела? Это что такое? Не цены? Нет, цена там, наверное, где-то есть. Тебе видно? Нет? Так. Я думаю, это тоже кофе. Да, это тоже кофе. Стронг классик. Сколько стоит? 135. Угу. Я тоже потом попробую. Я одно попробовала, второе. И сейчас будем третье пробовать. А это что? А это кондиционер. Смак. Смак. А, кондиционер. Тоже хорошо. Тоже надо. У нас так все. Все надо. Все надо. Это всякие вредности разные. Хрустяшки, хрустяшки. Ой, мне зубная щетка нужна. Вот видите, как удачно зашли. Да, так. Какая девочка вы это? Розовенькая. Розовенькая какая-нибудь. А голубенькая вам не нравится? Вы же любите голубой. Нравится. Нежная, по-моему. Да, сколько стоит? Скажи, пожалуйста. Так. Сорок. Ага. По карману. Я купила вот такую розовую воду с пульверизатом. Так хорошо. Побрызгала себе, да, на лицо. Вот. Не надо, знаешь, вот из этого выжимать на руку. Вот так. Побрызгать. Очень удобно. Мне понравилось, кстати, сказать. Вот. Что еще? Все тут есть. Вообще классный магазин. А я тут недавно видела лавандовое мыло. Я не поняла, что его уже раскупили, что ли, лавандовое мыло. А, нет, вот-вот-вот. А. Хотела попробовать. У меня это тоже какое-то. Мило. А я не до конца. Я просто у нас не видела такого. Ну, может, не обращала внимания. Я увидела в новом свете, что он может ругаться. Вот он так. Да ладно. Да, я не видела. Я видела, что иногда может прикликнуть, но что-то так, нет. Вот такой кофе я сегодня пила, потому что не нашла. На моем базаре все было закрыто. Сладкий, правда, приторный. Так, ну вот соды тут нет. Ну, вот видишь, вот масала вот это тоже вот мне нравится за 12. Я иногда такое покупаю. Как это, как это, боттермилк масала, да. Что еще здесь брала? Так, ну это что, это для волос? А это вот лосьоны. Вот это вот лосьоны. Для тела, да? Да, это гель для душа. Ага. А кондиционер? Из моего. А вот здесь, а это вот не очень понравилось. Я вот купила себе вот, по-моему, такую в Дели. Классно, так для волос классно. Это кондиционер? Нет, это шампунь. Но он как-то вот по-другому моет. Сколько он стоит? Покажи. Так. Покажи, так, поближе к камере-то доведи. Сто тридцать пять рупий. Угу. Угу. Ну, прям очень хорошо. Очень мне понравилось. И бальзамы у них тоже для волос прикольные. Хармические штуки. Ой, масочки, масочки. А масочки вот, по-моему, вот у них пошли. Я тебе покажу, это масочки или не масочки. Вот я там какую-то вот раздолье видела. Это мне показалось. Это свежители для квартиры. А-а-а. Да. Ну, это хорошо, что не купила. А то бы себе на лицо бы налепила. И думала бы, что я самая умная и красивая. Или наоборот, подумала бы, что у меня аллергия на маску. А вот это вот увлажняшка. Ромашка. Черная смородина или что, это голубика? Нет, это не черная смородина. Лист-то вот как облепиховый, а само черное. Непонятно, что это. Ну, в общем, надо изучать. А вот это вот, как будто восподорожник. Так, ну а что там написано? Шпинат. Шпинат, точно похоже на шпинат. Вот такие всякие штучки. Вот у каждого все-таки есть свой какой-то вот такой пунктик. Я вот по баночкам. По баночкам. С мангом, наверное, волосы после него пахнут просто бомбезно. Ну, ты намажься, а мы тебя будем нюхать. Помните, мы покупали это. Понравилось вам? Слушай, я его забыла в Гуа и отдала Кате. Уже все упаковала, и они нас пришли провожать. Я говорю, ой, не упаковала это. Говорю, ну забери. В общем, короче говоря, я там всего один раз помазала и не поняла. А, да, Кате, которая молена, мама, молена служанка, да? Да, мы все. Вот видела, какие чаи хорошие, да? Только кипяток наливаю, и все, стаканчики уже готовы. Или черный, или зеленый. Вот, только добавь hot water. Угодно. Да. Все для ледейки. Угу. Угу. Такую я у кого не видела. Сколько стоит? Сейчас посмотрим. Вот на месте прям сразу лиц труппи. Угу. С медулечками. Дулечками, да? Ну, давай мне тоже, положи мне в руку. Я тоже себе куплю, попробую. А такой же, да? Да, да, да. Такой же цвет, такой же. Угу. Мне так нравится что-то новое пробовать, потому что я... Я все время говорю, я сладкое не люблю, а на камеру только и делаю, что шоколадки покупаю, которые Сашине показываю. Ну что, ну пора уже, как говорят мужчины, там некоторые каминг-аут, да? Да. А мне тоже пора уже каминг-аут. Люблю я сладкое. Ну, все девочки любят. Ну, это как бы я где-то читала, что это для женского здоровья, но как-то вот взаимосвязано. Я, когда у меня стресс, а сейчас, по-моему, у всего мира стресс уже, да, с 24 февраля, и вот это все мне нужен сахар для мозга. Если я учусь, например, если я хожу на курсы, еще какие-то дела, если нужно слишком много голове думать, обычно же я в нее ем. Ну вы чудите все. Не ем, не ем, точно. Я в нее не ем. Нет, ну, вообще, шоколад, по-моему, там, как там, выбросом дарафинов или аксиданцином, это же важно. Это важно. Я не знаю, почему-то сейчас вот последнее время, вот действительно мне требуется шоколад. Ну, при условии того, что вы наоборот похудели, я думаю, что не так много шоколад. А что ты, с чего вы все взяли, что я похудела? Ну, видно, видно. Да? Видно. Ванну, вот, ванны, вот, и, окей. А я думала, мне показалось. С меня стали спадать тапки красные. Я думала, они это, растянулись. Они сильно стали падать с меня. Я вот во сколько не видела? Месяц? Ну, чуть меньше. И какое-то заметное. Ну, хорош, приятно вот это местечко, да, тут я еще не все досмотрела, поэтому можно и их смотреть. Но здесь вообще много чего смотреть. Есть много и других мест. На 170, примерно, на 169. Thank you. И тогда эти путешествия, мы подсидели, разговаривали с друзьями, выяснили, что самый сильный наркотик на свете – это все-таки путешествия? Конечно. Вот там еще, если что, там всякие разные тоже шампуньки, аюрведа, лекарства. И аромопалочки. Вот смотри, это амла, можно, apple, мурабба, я не знаю, что сие значит. Вот. Может, печеное? Но это вот просто амлу, это как сушеное, как яблочки. Это можно кушать, сожевать, это сухофрукт практически. Она, по-моему, очень полезная. Она очень полезная. Это витамина С, просто бомба. Да. Мне кажется, мне нужно 5-х чемодан, если я перечу на дар. Потому что мы уже прослись, а у меня уже полностью подзавязка залился. Да, да. Ну, как бы ты так все не видишь, так все же хочется попробовать сансквозь. Классно. О, 10 руп стоит всего лишь. Билд, да? Маленький, но... Так, мне нравится, что это фирма тоже. Что это? Это увлажняшка. Сколько стоит? Так. Всего же 99 рупий. Вообще. Но не юридические, не натуральные. Угу. Это эмиссия, это очень классно. А это склоу с этим, с гвоздикой. Ага. Тоже красота. Мне кажется, гвоздика такой тоже, антисептик такой. Да, вот оно и написано, что получается для матовой кожи, чтобы кожа была матовой, и против всяких прыщей. Угу, полезно. Ой, столько всего хочется. Ой, а посмотри, сколько вот это вот ним стоит. Я за 150 покупала. 75. Вот, ну, безобразие. Знаете, правило, если что-то купил, нельзя смотреть подобное. А пострадать? Нет, не надо. Ну, и здесь всякие разные тоже таблеточки. Кункумади. Кункумади тоже хороший крем, антиморщинистый. А это что вот это вот? Вот немножко нибудь. Амло тоже, но это порошок, это порошочек. А, черно. А тут вот амло, амло в этом баночке скажешь, сколько стоит? Мне так нравится вот эти. Да, кайлаж. 160 всего лишь. 160, да. И вот жуй натурпродукт, это тебе как конфетки сушеные, да. Видите, опять надо купить. А как же, а как же. Я, что я суши прекрасно понимаю. Да, нужное, нужное. Алоэ Вера, если хочешь. Ой, сок, он очень полезный. У меня девочка знакомая, псориасток вылечила. А, алоэ Вера. В общем, мне кажется, вот видишь, вот если хочется сладкого, лучше вот такое купить. А вы тоже в этот раз огромный багажок приехали? Ну, когда мы с маленьким-то ездили, ты чего? Ему чемодан, мне чемодан. Потом ему еще один чемодан. Еще два рюкзака. А мне два рюкзака. Ну, пошли. Ага. И все, пойдемте. Да. Сейчас я еще только куплю воды холодной соды. Ну, это волшебное место. Решикеш, волшебное место. Cold soda, cold soda, please. Тебе не надо cold soda? Эк. Ой, холодненько, холодненько, потрогай. Фантастик. Фантастик. Ну, вот тут сигареты всякие. Посмотри, какой. Такой. О, у меня друг из Швейцарии курит вот какие-то такие. American spirit. Американство. Вот такой табак продается в Гоа, мне кажется. Ой, это же какие-то вкусы. Не-не, айнут смог, я не курю пока еще. А это со вкусом чего-то? Это знаете ли, что-то шлюсток? Ну, слышишь, я ему говорю, не кури, а он говорит, юстарт, начинай уже. Время пришло. Чего сидишь, да, раз уж смотришь. Не, мало мне зависимости. Я пожрать люблю, так еще и покурить, любить начинать. Потом придется идти на перерождение. А я же к мокше стремлюсь. Мне почему-то кажется, что Богу меньше всего интересно, курим мы или нет. Почему бы мне вот так кажется? Да, лишь бы радовались. Куришь, так радуйся этому. Я тоже говорю, когда сейчас стали там Саши там упрекать. А он что, курит? Я разочарована. Говорю, пусть радуется. И пока ему это приносит радость, пусть радуется. В чем проблемы-то я не понимаю? Ну, вот 70-летний мужчина взял да курит. Какой ужас. Как посмел. Как посмел. Тут, Дашулька, дорога такая. Пойду, куплю сегодня этот сарафан. Каш... Сарафан? Сарафан хочу. А-а-а. Ну, пошли. Так, я тебе... Прошу, найди наш отель. Давайте. Вот Саши вот сюда ходит к другу, к этому чаю пить постоянно. Ну, сейчас у него что-то там закрыто, я смотрю. У него везде по какому-то очень близкому другу ювелиры, с которым он постоянно пьет чаёк. А вот, кстати, вот это он делал, этот ювелирный... Да, вот это кольцо с этим бриллиантом, да. Угу. Так что мы уже 10 лет с этим ювелиром, только я знакома. А Саши ещё больше. А где-то здесь должен... Ищи, ищи, ты ищешь наш отель. Вот где-то вот здесь. Да. Ага. Может быть, можно найти какого-нибудь тибетского врача? Я думаю, можно. Который по пульсу? Дашь задание во вселенную? А, ну по пульсу это мы съездим в Харидвар, и там наш сын столетнего доктора. А, да, да. Он по пульсу. Какой мультик. Знаете, что он похож на мультики Кай и Герда? Ага. Мы лежим друг напротив друга, и потом как будто бы на такое же расстояние. Так. Точно. Что-то есть. Ага. Какое вообще благостное место. Вообще роскошное, просто роскошное. Здесь не жарко. Да, не особо жарко, а ночью ещё и холодно. Да как взлетают все занавески, как начинается сквозняк кружиться. Ну тут закрыто. Пошли сюда, через ресепшн мы проходим. И здесь вот такой же вид, как своего балкона, только для бедных родственников. У кого нет балконов, кто бюджетненько отдыхает. Зато качель есть. А качель для всех, и для богатых, и для бедных. А вот здесь вот живёт женщина. Она 40 лет уже в Индии. Ей лет 80, если не 90, и она француженка из Канады. Представляешь, 40 лет в Индии? Ей так нравится. Вот, называется Сан Сева Ашрам. Ей так нравятся вот такие лестницы лентовые. В них что-то есть. Да. Такое тоже очарование старости каких-то старых замков. Здравствуйте. Здравствуйте. Хорошо вам. А вам? Вам тут хорошо? Хорошо, два с половиной года. Отлично. Мы давно здесь. Я две недели. Девушка только приехала. Не жарко, удивительно. О, здесь отлично. Ну, здесь, во-первых, вот видишь, так тень здесь почти и не бывает такого, чтобы прямого солнца, чтобы накалялось, как в Гуа наш домик накалялся. У нас вот здесь квартирка-то прохладная. Шулька, отдыхай. Да, в 6-6.30 выходим вот туда, вот туда на это. На пятачок. Да. Ну, в 6.30 где-то. Ну, как увидишь солнце к закату, тебе видно с балкона, что закат. И выползай потихонечку. Качельком или вниз выходи. Все. Давай, все. Ага, отдыхай, отдыхай. Все, друзья, и я отдыхать. Всем всего самого наилучшего. Всех обнимаю, всех люблю. До вечера, до вечерней пуджи. Ой, а что это у нас? Полиция. Интересненько.